Продолжение следует... Продолжение следует... Но ситуация в компании такая, что чтобы поднять виртуальную машину, на которой я могу прокатить свою роль, мне требовалось примерно 40 минут времени. То есть это подготовка виртуальной машины. Я не мог снять снапшоты, локально было все закрыто, не было ни докера, ни вагранта. То есть ждать, пока поднимется виртуальная машина, чтобы проверить какое-то маленькое изменение, конечно, очень больно. И, собственно, передо мной встали две проблемы. Первая проблема — это локальная разработка и проверка ролей. Я хочу локально как-то быстро и удобно проверять свою Ansible роль и тестировать ее. Ну и второе, мы с вами все работаем в командах, мы редко когда работаем поодиночке, это командная разработка. Каждый член нашей команды так или иначе влияет на те роли, которые мы разрабатываем, добавляет какие-то новые фичи, новые баги. И мы хотим об этом узнавать достаточно быстро, а не в момент, когда мы чьи-то изменения катим на прот, и оно все сломалось. Тут надо сделать небольшой шаг назад. Как мы все DevOps инженеры, мы строим процессы, мы знаем про конвейер, про CICD. И мы знаем, как правильно и хорошо доставлять код приложения, написанный на различных языках. Когда нам разработчики пишут юнит-тесты, на всех языках есть фреймворки для тестирования на Go, на Java, на любом языке программирования. Но инфраструктуру тестировать сложнее. И вот здесь давайте попробуем просто применить некоторые принципы вот этого Software Development Lifecycle и привнести вот эти ценности, которые он нам подставляет в нашу инфраструктурную разработку. Мы с вами сегодня сосредоточимся на двух. Это на имплементации и на тестировании и интеграции. Перед тем, как… То есть проблему мы с вами обозначили, мы поняли, какими процессными вещами мы ее будем решать. Теперь пора выбрать инструмент. Поресерчив рынок, на рынке я нашел несколько инструментов. Это Kitchen CI, Server Spec и Molecula. Это все фреймворки, которые позволяют тестировать Ansible Code. Здесь я вынужден немножко так сделать небольшую оговорку. Выбор был сделан, наверное, изначально не по каким-то там суперкритериям. Мы не проанализировали все инструменты, не посмотрели их более детально. Здесь выбор достаточно простой стоял. Ansible написан на Python. Тест-инфра, тестовый фреймворк написан на Python. И Molecula написана тоже на Python. А все остальные, они написаны на рубях и тащить в команду еще один язык программирования. Фактически еще один стек, это достаточно больно, и команда не всегда готова к таким изменениям. Поэтому мы выбрали Molecula. Забегая наперед, скажу, что, опять же, Molecula решила в конечном итоге все те задачи, все те проблемы, которые были. И, наверное, я могу с уверенностью сказать, что я не пожалел о своем выборе ни на секунду, выбрав этот фреймворк. Какие же бенефиты нам дает Molecula? Первое – это тестирование управляемой сценарием. Так или иначе, нам в своей работе необходимо тестировать какую-то роль. И эта роль может быть как соло. Это какая-то система, которая запускается в каком-то одиночном режиме, стендалон режиме. Либо это система, которая запускается в кластерном режиме. Molecula позволяет вам тестировать сценарии в рамках одной роли, несколько сценариев – кластерный сценарий, соло сценарий или еще какие-то, какие вам нужны. Также Molecula имеет поддержку различных провиженеров. Здесь немножко нужно объяснить. Это драйверы, которые запускают ваши инстансы в рамках Molecula. Там может быть Docker, Vagrant, какие-то клаудные провайдеры. Их достаточно много. Тестирование и демпотентность. Краеугольный камень всех ансиблоролей сделать так, чтобы роль была и демпотентна. Molecula позволяет на этапе тестирования уже выполнить эту проверку и на этапе разработки убедиться, что роль и демпотентна. Автоматизированное тестирование. Локально проверить, конечно же, хорошо, но мы всегда хотим, чтобы этот процесс был автоматизирован, чтобы он был поставлен на CICD. Molecula также помогает автоматизировать этот процесс, настроить автоматизацию в любой CICD-системе, которую вы предпочитаете. И возможность отладки. Это немножко про тестирование управления сценарием и в целом про локальную обработку. Достаточно быстро можно отлаживать роль уже на локальной машине. Все то же самое примерно, как это происходит при разработке софта. Вы локально запускаете, проверяете, только потом пушите код и дальше уже с ним работаете. Немножко про структуру самого проекта Molecula, как я и говорил ранее. На прошлом слайде Molecula предоставляет вам тестирование управления сценарием. Как это выглядит? Есть у нас какая-то абстрактная роль, и в этой роли может быть один, два или три сценария. Сценарий — это некая атомарная штука, в которой есть свои инстансы, то, куда мы будем накатывать наши плейбуки, сами плейбуки и тесты. И вот от сценарию к сценарию эти роли, эти сценарии могут быть разные. Это может быть кластерная какая-то конфигурация, это стендалон конфигурация, все, что вам необходимо для тестирования, для полного тестирования вашей роли. Инициализация Molecula, как и сама установка, это достаточно простой процесс. Здесь не нужно как-то исхитряться и делать что-то очень сложное. Простой питоновский пакет молекулы устанавливает и запускает вашу молекулу. Инициализация проекта происходит с помощью команды Molecula.init.rolli, и здесь вы пишете имя роли. Что она делает? Она создает вам готовую роль из Ansible Galaxy, то есть он создает вам скелет Ansible, куда добавляет еще свою папочку молекула. Мы чуть дальше про нее поговорим. Соответственно, если вам по какой-то причине нужно добавить тесты уже в готовую роль, вы хотите добавить какой-то сценарий, вы делаете Molecula.init сценарию и указываете имя кластера. И создаете еще один сценарий, который называется кластеры. Если посмотреть на скриншот, то это выглядит примерно вот так. У нас есть дефолтный сценарий, который создается по умолчанию при молекуле и нити. И второй сценарий – кластер, который создается уже дополнительной командой. Тестовая матрица. Запуск тестов проходит командой Molecula.test, но на самом деле под капотом достаточно много стейджей, которые молекулы выполняют. Они сейчас на экране, их там порядка десяти. Какие-то из них обязательные, какие-то опциональные. Их можно запускать отдельно, можно запускать отдельно командой Molecula.test. Сейчас мы с вами разберем подробнее, какой шаг за что отвечает и в каких случаях его хорошо или не нужно использовать. Итак, первое – нужно понять, откуда берутся виртуальные машины для теста, как мы решаем эту проблему. Молекула, как я уже говорил ранее, позволяет использовать в качестве провиженеров, в качестве создавателя виртуальных машин, различные провайдеры. Например, как на скриншоте этот докер, мы используем платформу докер в качестве платформы для поднятия наших инстансов. В сексе инстансы вы можете описывать не один, не два, не три. То есть тут может быть любое количество ваших хостов. Они могут быть совершенно разные. Идея в том, что в рамках этого сценария тестового молекула накатят все ваши плейбуки на эти хосты, которые указаны здесь в секции хост. Еще здесь из интересного. Здесь можно прямо в самой молекуле указывать ту группу, которая принадлежит вашей инстанс в рамках Ansible. И здесь тоже еще важно заметить, мы используем имидж, тот, в котором будет запускаться. Можно использовать любой. Можно использовать ванильный синтос, который на докерхабе лежит. Но прикол весь в том, что вот этот парень Герлинга, я думаю, что многие, кто знаком с Ansible, знают про этого человека, он пересобрал образы для того, чтобы можно было в рамках контейнера запускать систем до юниты, потому что это нам нужно для тестирования и работы. Очень часто. Опять же, про типы драйверов. Чуть назад вернемся. Типы драйверов бывают это докер. В рамках докера можем запускать Vagrant. Опять же, под Vagrant можно понимать, там огромное семейство. У Vagrant есть драйвера для Parallels, для VMware, для VirtualBox, для QE, он, по-моему, тоже есть. Также можно использовать какие-то облачные провайдеры, Azure, GCP, EC2. И можно использовать Delegated Provider, когда вы в молекуле объявляете, где ваши машины будут лежать. Указываете IP-адрес этой машины, указываете хосты, указываете ключи, SSH и так далее. То есть делегировать управление какой-то другой системе. Еще интересно, что провиженером в молекуле выступает Ansible, и эта опция по умолчанию ни на какую больше не меняется. То есть обязательно указать провиженером Ansible. И обычно, когда мы выполняем какие-то Ansible плейбуки, и мы не понимаем, почему у нас падает тот или иной плейбук, нам необходимо при запуске ванильного Ansible указать опцию минус 3V для дополнительного дебага. В молекуле тоже можно сделать, это дополнительная опция. Просто в самом провиженере вы указываете 3V в true, и у вас плейбук будет накатываться с расширенным вербосом. Очень удобно, когда вы что-то дебажите и не понимаете, почему это падает. Также в молекуле можно указывать инвентари-файлы, которые вы используете в Ansible. Они могут быть в ини-формате, они могут в yaml-формате быть, как вашей душе угодно. И также вы можете делать здесь привязку к группварам. Если вам необходимо использовать какие-то группвары, которые лежат в вашей роли, вы можете также указывать в самой молекуле, чтобы молекула их автоматом подцепила. Здесь в секции env мы указываем различные инвайроменты, такие, например, как Ansible.config. Если он у вас лежит в какой-то другой директории, вы хотите использовать тот, который лежит в корне проекта. Также, пожалуйста, молекула предоставляет эту возможность. Окей, поговорили про главный файл молекул, а теперь про стейджи. Что же молекула вообще делает на этих 12 огромных стейджах? Первый шаг — это dependency. В своей разработке ролей мы не всегда пишем какие-то свои роли. Мы используем роли, которые лежат в Galaxy. И в рамках самого Ansible мы можем выкачать их просто командой Ansible Galaxy. В рамках молекулы это делается вот такой вот настройщик. И в самом Ansible мы указываем Galaxy True и указываем, где у нас лежит requirement файл, чтобы молекула выкачала роль. То есть все зависимости, которые нужны для работы, вы заранее объявляете, молекула их выкачивает, а дальше уже может применять в рамках тестирования. Следующий шаг — это линт. Молекула линтит ваш код. Она делает это YAML линтом, Ansible линтом. И для питоновских тестов есть Flake 8, он тоже линтит именно питоновский код. Одно маленькое дополнение. Вот здесь вот на слайде видно, мы когда Ansible линт делаем, и он будет проходить по нашим ролям, он зацепит все те роли, которые вы указали в Ansible Galaxy тоже, которые лежат в паблике. И там как раз может быть очень много каких-то несоответствий Ansible линту, которые вам кажется, что они нехорошие. Вот такой командой можно заэксклюдить их просто и чекать только свои роли на то, как они красиво написаны и сделаны. Немножко про YAML линт. Что он чекает? Он чекает сам YAML, все файлики YAML, которые лежат в вашем репозиторе. Он проверяет их синтаксис, проверяет лишние пробелы, проверяет переносы сток, длину строк. Здесь вот небольшой выхлоп какой-то моей тестовой роли. Собственно, здесь он проверяет, что у него там лишние пробелы, слишком длинная строка. Это все в принципе… Любое это правило можно исключить, все это делается на ваш вкус. Как бы команды собираетесь, обсуждаете, смотрите, что сделать, какие правила вам нужны, какие правила вы можете пожертвовать для того, чтобы сделать ваш код более красивым. И Ansible линт – это уже линтер самого Ansible. Он проверяет, ну, как пример, да, он проверяет использование команды command или shell, он проверяет, чтобы у вас были полные имена модулей, он проверяет уже здесь, что ваша какая-то таска может быть неедемпотентна, и проверяет, например, использование команд вместо модулей. Если вы там в каком-то shell команде указали какой-нибудь curl или вагет, Ansible вам предложит и скажет, типа, парень, воспользуйтесь, пожалуйста, дефолтным модулем. Эта штука такая, конечно, очень интересная, и, ну, фактически это некая красота нашего кода, который мы пишем, да, какая-то красота и читаемость. Эти все пункты, они, наверное, опциональные, но в целом, как бы, иметь читаемый код, который понимает все, который красиво написан, наверное, очень хорошо. Поэтому я советую использовать эти штуки прямо по максимуму. Следующая таска – это destroy. Она выполняется два раза. Она выполняется перед тем, как что-то создать. Мы всегда хотим создавать чистое окружение. На этой таске не происходит сильно никакой магии. Молекула просто уничтожает все эти инстансы, которые она до этого создала, но с одним маленьким но. Мы можем в рамках этой задачки запускать еще какие-то таски. Это могут быть плейбуки, это могут быть просто задачки. Как на примере, да, мы использовали в одном из проектов, у нас была роль нод-экспортера, которая после установки регистрировалась в консуле. Мы регистрировали ноду. И в рамках тестового сценария, конечно, мы тоже хотим проверить, что наша роль выполнена хорошо и зарегистрировалась в консуле. Но тогда в консуле появляется лишняя сущность, которая в целом вроде бы и тестовая. Вот на фазе destroy мы можем сделать пост-запрос, который просто после тестов дерегистрирует нашу ноду из консула и таким образом почистит за собой все пространство. Фаза create. Вот это как раз фаза создания наших инстансов. На скриншоте это докер, это может быть вагрант или еще что-нибудь. Здесь на самом деле происходит обычная магия, когда создаются докер-контейнеры, создаются докер-нетворк, поднимается наше окружение, наши инстансы, которые мы указали в файлике молекулы YAML. Их тут может быть то количество, которое вы описали. Фаза prepare. Еще одна дополнительная фаза, она является опциональной, но в целом очень полезна, когда… Ну, простой пример. Вот если взять контейнер с NTSU 7, там, например, по дефолту нет установленного OpenSH сервера или NetTools. Это надо, а пихать это в роль постоянно смысла особо нет, потому что на продакшене, скорее всего, у вас это есть. Поэтому вот эта фаза prepare, она подготавливает ваш инстанс, делает его похожим на продакшен. Создает какие-то пользователи, создает папки, ставит какие-то дополнительные пакеты, которые уже по умолчанию есть на вашем продакшен окружении. И докеры мы создали, а что дальше? Как доступ-то к ним получить? На самом деле все очень просто. Команда Molecular Login позволяет вам логиниться в Shell на любой из созданных вами инстансов. Никаких ключей, ничего пробрасывать не надо. Одна команда, вы попали на виртуальную машину, фактически на какое-то окружение. И можете проверить, что prepare выполнился корректно, и все, что нужно, создалось. На самом деле здесь мы уже решаем нашу первую проблему. Но довольно губка бопы. Вот я такой же был, когда я поднял молекулу и поднял свои инстансы за три минуты. Но опять же, да, внимательный слушатель скажет, что я, наверное, вас обманываю, потому что докера мне на машине запускать было нельзя, потому что безопасность не разрешала. Но на самом деле я создал один раз виртуальную машину, за 40 минут подождал, поднял там молекулу, подключил сюда VS кодом, и фактически в рамках этой виртуальной машины, в рамках докера я мог уже создавать свои инстансы. Первая проблема решена. Отлично, двигаемся дальше. Нам нужно решить еще вторую проблему. с тестированием нашей роли и с командной разработкой. Фаза Converge. Следующая фаза после Prepare. Что на этой фазе происходит? Здесь Ansible, на самом деле, молекула, она накатывает ваш плейбук, в который вы определили идти вашу роль, на целевые хосты. То есть это вот здесь уже происходит первая проверка вашей роли на то, что она хотя бы запускается и что-то делает. Здесь вы уже можете включать быструю отладку, смотреть, что не так и так далее. Здесь вы можете включать абсолютно все. Здесь могут быть плейбуки, могут быть роли, могут быть отдельные таски. Здесь вы можете переопределять экстра-варс переменные, какие-то определенные, которые только в рамках молекулы могут работать. Вот на примере, например, Run-in-container. В контейнере мы не можем EDC-host спатчить, и поэтому вот эту функцию мы здесь отключаем. Дальше в условиях просто прописываем. Следующая фаза — это идемпотентность, проверка роли на идемпотентность. Здесь вообще никакой магии. Молекула просто берет фазу Converge и прогоняет ее заново. Прогоняет заново и смотрит, что у вас в выхлопе вашего Ansible все роли, все окей, никаких чинжей нет. Если же что-то есть, молекула уже упадет, ругнется, типа, посмотри, пожалуйста, здесь что-то у тебя пошло не так. Но мы же инженеры, мы же люди хитрые, мы же всегда ищем какие-то лазейки, обойти какие-то камни. Вот в молекуле вы можете указывать тестовый сценарий прям пунктиками, что выполнять. И вот этот маленький лайфхак, где мы здесь указали, закомментировали идемпотентность, он не будет ее проверять. Эту такую штуку, конечно, надо отлавливать на код-ревью и смотреть, чтобы такого не было. Еще один маленький хак — это вот это вот change when false, когда таска что-то выполняет, а Ansible ему говорим, типа, все хорошо, мы ничего не выполнили. На такое, конечно же, код-ревью и все вот эти механизмы, они, конечно, нам помогают все это дело отследить. Сайд-эффект. Классная фаза, я достаточно редко ей пользовался, но она на самом деле очень сильно помогает в тестировании каких-то сложных ролей. Это фаза, которая выполняется после того, как вы создали все виртуальные машины, все инстансы, накатили туда все роли, и в одном вам нужно что-то потестировать. Представим, что мы поставили какой-нибудь FreeIPA сервер, мы его просто поставили, и нам надо убедиться, что он работает. Как проверить, что он работает? На фазе сайда эффекта мы можем какие-то тестовые данные нагнать на наш сервер. Например, в примере, после того, как мы поставили роль FreeIPA, мы создаем там тестового пользователя. То есть мы здесь, на этой стадии, уже проверяем, что инстанс работает, и таска не зафейлится. А дальше в тестах мы уже можем проверить, что вот этот пользователь, которого мы здесь создали, он действительно во FreeIPA есть. Кейсов на самом деле достаточно много может быть у этой штуки. Например, если вы тестируете какую-то кластерную конфигурацию, не знаю, ластик, серч или еще что-нибудь, вы можете догонять какие-нибудь данные в этот кластер, потом дальше просто их использовать для тестов. Можете, не знаю, подняли ZooKeeper на три нода, одну ноду на этой фазе отщелкнули, но в двух нодах ZooKeeper, мы все понимаем, должен жить. Дальше вы проверяете, что ZooKeeper действительно живой. Ну и самое интересное, это verify, это тесты, которые мы написали. То есть до этого момента мы проверяем, что наша роль работает, что она выполняет какие-то операции, она выдает нам статус, что у нас там что-то зафейлилось, что-то изменилось, что-то окей, но ощущения, что наша роль действительно работает хорошо, у нас пока еще нет, потому что мы можем руками зайти, молекулу логин сделать и проверить поднятый сервис и так далее. Это мы можем, конечно, сделать, но мы хотим это все автоматизировать. Вот как раз на фазе verify молекула позволяет нам выполнять некоторые тестовые сценарии. Молекула в качестве провиженеров, точнее, verifier, скажем так, позволяет нам использовать, во-первых, просто Ansible Assert модуль, который нам помогает проверить, а также тест инфра. Я рекомендую использовать тест инфру, чуть дальше объясню, почему. Вот так выглядит молекула. Если обратить внимание на слайд, здесь есть папочка теста, там есть папочка testmain.pi. Вот в этом питоновском файле все тесты находятся. Их может быть не один, их может быть несколько. Молекула просто будет по очереди их прогонять. То есть вы можете их разделять. Объясню сейчас, как вы их можете разделять. Первое, что мы делаем при написании теста, мы должны объявить те хосты, на которых мы запускаем наши тестовые сценарии. Вы можете использовать два варианта объявления. Первый – это вы можете использовать Ansible Inventory и говорить, на каких группах хостов вы эти тесты запускаете. Это может быть либо группа All, как если какие-то общие вы тесты хотите запустить, или какие-то определенные для какой-то определенной группы хостов, там специфичные роли вы пропускаете. Или вы можете указывать конкретный хост, на котором вы хотите эту роль прогнать. Не знаю, единственный хост Standalone, на котором какая-то определенная служба крутится, позволит вам протестировать эту службу чисто на этом хосте, а на остальных просто этот тест не прогонять. Какие тесты вообще бывают? Что мы можем тестировать? У теста Infra на самом деле огромное количество того, что вы можете использовать. Приведу несколько простых примеров для понимания, что мы можем проверить. Можем проверить, что служба запущена и поднята. Установили мы Chrony, к примеру, сервера синхронизации времени. И мы его поставили, подкинули какие-то конфиги, какие-то NTP сервера. Можем проверить, что он действительно у нас запущен. И он еще enable, чтобы при перезагрузке системы наш демон снова запустился. И не было такого, чтобы серверы ребутнули, и все. Время можно не синхронизировать. Также вы можете проверять как раз вот этот тот кейс, когда мы с вами говорили на сайд-эффектах, мы добавили пользователя его FreeEvo. Вот этим тестом мы с вами просто проверяем, что у нас выхлоп команды ipo-user-find выдает нам то, что мы от него ожидаем. Просто используем assert-модуль в питоне и проверяем, что в стадауте есть тот контент, который мы ждем. Вы можете проверять что-то, зависимое от операционной системы. Например, пакет в Nginx, в DB они называются как-то по-другому. Здесь на примере, на слайде Nginx, но там может быть совершенно любой пакет, который вы хотите проверить. OS Nginx, проверяем, что у нас пакет Nginx enable and running. Кроме этих кейсов вы можете проверять еще много всего. Например, вы можете проверять пользователей, создан пользователь, создана группа, юиды группы, файлы созданы или нет, папочки созданы. Вы можете проверять сокеты, что слушаются. Службу запустили, а сокет не слушается. Второй тест мы просто проверяем, что TCP connect до такого-то порта у нас есть, он работает. Все очень классно. Мы проверили, что у нас роль работает где-то у нас в песочнице, что она выполняется, и все, что мы хотим, она делает. Но тут возникает вопрос, а как это на Prodi проверить? Всегда хочется проверить, что на Prodi у нас тоже докатилось все то, что мы хотим. Здесь на самом деле нет ничего нового. Здесь мы можем использовать стандартный модуль, модуль assert, который нам предлагает сам Ansible. Вот, к примеру, у нас есть какая-то таска, которая ставит Hadoop. Мы его поставили, а дальше мы хотим проверить какие-то опции, какие-то выхлоп какой-то команды, что он у нас правильный. Если мы это сделаем в самой роли, попробуем получить stdout и потом проверить в модуле assert, то Ansible ругнется, что это у нас таска недоимпонентна. Здесь нам на помощь приходят хендлеры. Вот в такой таске мы можем просто поставить Hadoop, указать ему в хендлере, нотифицировать хендлер check-native, а уже в самих хендлерах мы можем просто проверить, что у нас команда Hadoop check-native зарегистрировать ее результат, поймать его. А дальше просто обычным модулем assert, вот здесь мы захватили, в этом месте наш выхлоп нашей команды, а дальше просто следующим шагом в этом же хендлере мы просто проверяем, что у нас в выхлопе нашей команды содержатся определенные строки, которые мы ожидаем увидеть. И дальше уже в зависимости от fail или success выводить разные предупреждения. Вот так уже можно проверять какую-то конфигурацию на проде, когда мы накатили, и после прокатки мы в хендлерах уже видим, что у нас выполнилось хорошо или плохо, и надо на это внимание обратить или нет. Тоже очень полезный способ. Вот так выглядит наш тот флоу, который мы с вами плюс-минус разрисовали с помощью молекул. У нас есть Ansible, есть GitLab, в котором хранится наша конфигурация, есть Molecule, есть TestInfra, есть Docker, который там в различных операционных системах прогоняет наши роли. Надо решать вторую проблему, как будем командную разработку решать. У нас есть GitLab, все любят GitLab, все любят GitLab CI. Это простенький пример GitLab CI файла. Я вообще не мастер GitLab CI, это не та система, которую я люблю делать, но вот этот файлик я сделал за 15 минут фактически. Здесь из того, что нам нужно, это вот последняя команда. Мы делаем Molecule Test. Первое — это при подготовке мы ставим определенные питоновские пакеты, это Python Docker, это Molecule, и вот мы запускаем просто одной командой полностью прогон нашего плейбука. В этой команде, опять же, все те STG, которые мы с вами прошли, они будут. Создастся instance, прогонятся тесты, на полностью проверится наша роль и выдаст нам какой-то результат. И в конце мы увидим вот такую классную команду, что у нас выполнился наш pipeline. В целом здесь, опять же, мы можем запускать не просто тесты, а какие-то определенные шаги. Но, опять же, это как рекомендация такая, запускать Molecule Test, потому что все, что там есть, все те шаги, которые есть, их не надо скипать. Если вы можете скипнуть какой-то шаг, потому что он вам действительно не нужен, например, side effect или prepare, вам не нужно ничего готовить, то все остальные шаги, они действительно делают вашу роль лучше. В итоге что мы получили? Мы получили вот такого довольного кота. Кот, который, во-первых, не тратит много времени на создание виртуальных машин, который быстро тестирует свой код и много других бонусов. О них сейчас я расскажу. Небольшие итоги. Что мы конкретно имеем, какой выхлоп мы имеем от внедрения молекулы в наш CICD процесс, в нашу локальную разработку? Во-первых, это ускорение локальной разработки. Простой пример. Да, мы 40 минут раньше ждали, сейчас мы ждем 2 минуты. 2 минуты – это полностью проверка всей роли, накат ее, проверка. Мы здесь ускоряем полностью процесс и локально можем быстро проверять и тестировать, и смотреть, что все хорошо. Воспроизводимое локальное окружение для всей команды. Опять же, это гид-репозиторий. Все, что у нас лежит в гид-репозитории, мы коммитим. В файле к молекулам мы тоже коммитим. И любой член нашей команды может получить то же самое окружение, введя те же самые команды, что и мы, и также проверить, что все у него работает хорошо и качественно, самое главное. Автоматизированное тестирование. Мы добавили процесс CICD, мы убеждаемся на каждом pull-реквесте или merge-реквесте, что наша роль работает, что она выполняет все, что нам необходимо, и мы уверены в наших ролях. И это последний пункт, это как раз уверенность. Мы ее получаем, мы можем, не знаю, когда мы ночью катим что-то на прот, мы можем спать лучше, хотя ночью может не катить лучше. Но в целом мы чувствуем, что наша роль работает, и она работает так, как мы ожидаем. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Друзья, аплодисменты. Можете задать Кириллу вопросы, и, что важно, автор лучшего вопроса, по мнению Кирилла, получит нашего чудесного спаркла. Собственно, вручим мы его только за вопросы из зала. К сожалению, удаленщики, онлайн-зрители, простите, простите. Тут где-то ходит наша очаровательная Настя, она вам принесет микрофончик, если вы поднимете руку. Вот наша Настя очаровательная. А пока у нас есть вопрос из онлайна. Итак, Кирилл, возможно ли проверять молекулой сложные роли докер-бейка, или для этого использовать что-то типа VM-LXC? Можно проверять любую роль, на самом деле. Вот на фазе молекула, когда вы инициализируете хосты, вы можете там в рамках этих хостов собирать совершенно разные сценарии. Вы можете накатывать на один хост. Опять же, вот в нашем кейсе, например, мы первую роль катим FreeEap. После этого мы рядышком накатываем какой-то сервис, который от FreeEap и зависит, и уже делаем интеграцию с ним. Здесь как бы все зависит от того, как ваша фантазия работает. Но в целом молекула позволяет это делать. Вопрос в онлайне, но из зала. Спасибо, Кирилл. Итак, возможно ли использование молекулы в связке с Podman вместо докера, а также без рутовых привилегий? Без рутовых привилегий будет тяжело. Скорее всего, нет. Но большинство того, что вы хотите проверить, скорее всего, вы не проверите. Какую интеграцию System.Date и так далее. С Podman я не проверял, к сожалению, но полагаю, что тоже можно будет как-то организовать. Супер, супер. А как решается вопрос зависимости на версии Ansible? В GitLab файле не указано, какой версии Ansible нужно ставить. На самом деле вы можете указывать это в докер-файлике, в котором, ну как первый вариант, в докер-файле, когда вы ставите Ansible какой-то, вы можете там указать. И вот на этой зависимости операцию. Тут, кстати, был недавно кейс, когда Ansible Lint обновился. Вчера pipeline у меня проходил... Вот там, кстати, очень плохой пример на этом. Я недавно это... А, я не смогу перелистнуть сейчас. В общем, плохой пример был. Там мы ставили Ansible Lint и не указывали версию. И вот вчера у меня pipeline проходил, а сегодня Ansible Lint обновился, он у меня теперь падает. Поэтому версии лучше указывать, конечно, там. То есть в правильном окружении все версии должны быть именно в этом докер-файле, в этом GitLab CI файле и там Jenkins файл, что вы используете, неважно. Версии вы должны контролировать сами, конечно. Спасибо. Еще есть не вопросик, но такой прям комментарий. Говорят, что разработка сидит на седьмом CentOS, так как прокидывать SysFS, S-Group внутриконтрейнерных системе на восьмом CentOS все процессы убьет SystemD. Мы в рамках своих тестов используем CentOS 7, но CentOS 8 не пробовали, к сожалению. Но я думаю, что нам это просто в ближайшее время предстоит. Но опять же, это требование просто и данность, с которой нам приходится жить. Спасибо, Кирилл. Друзья, единорог ждет. Спрашивайте, спрашивайте кто-нибудь. Я себе его заберу. Ну, был вопрос у нас все-таки про Подман. Там есть вопрос. Есть вопрос? Настя. Я тоже не заметил, потому что тут не очень видно. Хотел поинтересоваться, возникали ли проблемы при использовании Alpine и Python? То есть, когда устанавливаешь различные модули, на Herb была статейка хорошая, где разбирали проблемы Alpine, что некоторые модули компилируются по-другому и могут выдавать различные сайтоэффекты. Ну, опять же, на Alpine мы ничего не раним, вот такого большого, по крайней мере, в моих проектах. Но в целом здесь проблем не было. То есть, то, что в Docker файлике сценарий, ну, как бы проблем с этим не было. То есть, вот те пакеты, которые там есть, единственная проблема, которая была, это вот с Ansible Lint, который обновился и как бы решил просто прилечь, да, в какой-то момент времени. Остальных проблем не было. Ну, тут как бы там пакетов-то совсем мало используется, если вы посмотрите. Скорее всего, просто какой-то специфичный проект под Alpine. Но вот в рамках этих пакетов, которые были на GitLab CI файле, такой проблемы нет. Ну, просто да, если дальше где-то глубже погружаться, то есть, иногда, может быть, имеет смысл использовать тот же Debian Slim. Да, согласен. То есть, здесь можно использовать как бы любое. Это, ну, я не мастер GitLab CI, я взял просто попробовать. Работает. Подводные камни. Спасибо. Спасибо. Еще вопросики. Вот человек сидит, Настя. Спасибо за доклад. Я бы хотел спросить, можно ли на этапе тестирования еще как-то молекулу, ну, проверя... Сейчас сформулирую. Интегрировать, скажем так, молекулу с какими-нибудь библиотеками для МОК-тестирования и все такое. Думаю, это лучше было бы производительность. Там, на самом деле же под капотом Python. То есть, на Python вы можете хоть что, по идее, написать и не просто там в рамках Test and Free делать какие-то тесты, а какие-то интеграционные тесты просто прямо в рамках PyTest делать. Там PyTest. То есть, в целом, ответ да, мы просто это делаем немножко отдельно. То есть, у нас интеграционные тесты, они идут после того, как мы накатили окружение на какой-то environment тестовый, после уже молекулы идет следующий стейдж, когда мы тестируем уже интеграцию между компонентами уже на реальной среде. Но в целом, я думаю, что можно и в рамках молекулы самое то же самое это сделать. Там PyTest. Спасибо. Спасибо. Еще кто-нибудь? Смотрю, 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 никого больше не вижу. Вон, есть вопрос еще. Вот сидит человек, поднял руку. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. А работает ли молекула с операционной системой Windows? И в целом, как у нее, скажем так, поддержка других операционных систем? На Mac'е точно работает. На Win'де в VSL'е точно работает. В нативной Win'де не пробовал, правда, не советую этого делать. Тут можно огрести различных граблей. Но вот лучше использовать VSL, если у вас действительно Win'да. Там они второй VSL сделали, он прям очень хороший. Ну, просто там как бы у меня приложение, которое работает только на Win'де. А, только на Win'де. Ну, к сожалению, такого опыта не было, поэтому не могу сказать. Скорее нет, чем да. Да, мы тут веноксоиды. Тут, да, такие. Настя, вот еще вопрос. Вон, девушка и молодой человек. Смотри, как активность подняла. Добрый вечер, Евгений Власов. Вопрос такой простой. Не очень понятно, вот кластер для чего используется. Я видел молекул кластер. Молекула и нитроли. Это имя роли, имя сценария, которое мы будем указывать. То есть в рамках молекулы, как я говорил, мы можем использовать, во-первых, когда мы просто делаем инициализацию, создается какая-то дефолтная, дефолтный сценарий. А мы можем использовать какой-то кластер, это фактически просто имя. То есть оно может быть любое. В рамках молекулы мы можем стереть кластерной конфигурации. Еще такой вопрос. Допустим, когда я инвентарь использую, можно ли динамический инвентарь использовать? В рамках молекулы, скорее всего, не получится. Нельзя, да? Нет, там конкретные хосты, на которых вы конкретные роли будете нагонять. То есть вы их прямо задаете, вы их поднимаете в рамках молекулы, и вы эти роли должны прописать либо в инвентаре, либо примабить каким-то группам, на которых будет роль ваша кататься. Хорошо, спасибо. Спасибо. Давайте два вопроса. последних. Вот молодой человек и девушкой вы там еще хотели. У меня такой вопрос. Вот в презентации видео FreeIPA, это реальный ВК-шный кейс был или просто для примера взято? Интересный вопрос. Я думаю, что нет какой-то секрета, что многие используют FreeIPA. Нет, это был реальный кейс. В рамках некоторых проектов используют FreeIPA. То есть в рамках своего проекта мы используем FreeIPA и интеграцию с ней. И поэтому там, да. Спасибо. Кирилл, смотри, такой вопросик интересный из онлайна к нам прилетел. Довольно необычный, я считаю. Как можно использовать молекулу в учении и программировании у студентов, а именно автоматизировать с помощью нее проверку работ? Не задумывался ли ты о таком подходе? Нет, не задумывался. Ну, подумай, вот тебе, инженерная задачка. Ну, на самом деле там питон. Мы можем на питоне что-то попробовать склепать. Ну, то есть PyTest, он как бы везде. И в рамках просто тестирования питон-кода, также в рамках тестирования молекулы в целом помогает вам. Поэтому какие-нибудь тестики можно наклепать и поучиться. Еще один вопросик из онлайна. Кирилл, почему тест инфра, а не Ansible Verifier? Тест инфра позволяет чуть больше проверить, чем Verifier. Ну, то есть у него достаточно много кейсов. Плюс, опять же, да, вот вопрос был из Алла про питон. Очень классный. И вот как раз в рамках этого теста можно дальше просто апгрейдить ваши роли и тестировать не только юнит тестирования делать, но и переходить на следующий шаг, делать какие-то интеграционные тесты. Окей, последний вопрос из онлайна у нас. Был пример, где роль регола instance в консуле. В тестах, получается, используется предсозданный интенс, а состояние гонки разруливается. А как локально повторить тест, когда нет доступа до консула? Ну, опять же, мы можем поднять консул в рамках какой-то стендалон консул, то есть сделать один хост в рамках молекулы, который поднимет консул, и мы будем регистрироваться в нем. С состоянием гонки, блин, даже не знаю, как на этот вопрос честно ответить. Ну, то есть, а какая там гонка может быть? Мы просто ноду регистрируем и дерегистрируем. Ну, гонка теоретически может возникнуть, если какой-то поток пойдет раньше, чем нода зарегистрирована, например. Но нам же просто регнуть ее надо. Ну, то есть, там никаких больше махинаций, хитрых нет. Ну, это не от меня вопрос, поэтому я не могу тебе даже подробности насыпать. Спасибо большое. Зал, у нас последний вопросик еще был. Да, Кирилл, спасибо за доклад. Я хоть и не DevOps-инженер, но из-за того, что поняла, спрошу. Там была картинка с интеграцией CICD, GitLab и так далее. Может быть, я проглядела, а есть какая-то интеграция системы мониторинга, там, графана, прометеуса, и имеет ли это место быть, так как все-таки в молекуле возможно писать какие-то тесты? Я думаю, что это, ну, нет кейсов, где это можно в целом применить, наверное. Это все-таки больше про какую-то локальную разработку и дебаг роли, ну, вот, прям до того, как вы это все выкатите на продакшн. Если есть такое желание, можно какие-нибудь метрики экспозить, опять же, с помощью прометпитона и прометовс, ну, и написать какой-то маленький экспортер. Вот прям таких кейсов. Считать только метрики какие-то, кто с коликом накосячил, и кто где какие тесты положил, ну, как вариант, почему бы и нет. Для менеджеров. Для менеджеров, да. Спасибо. Настя, вон там еще барышня сидела. Вот, да, последний вопрос. Давайте, наверное, переходить к моему докладу. В реальной жизни просто часто что-то уже установлено, ну, тот же, например, уже какая-то версия Zabbix состоит, и с помощью роли накатываем новую. Так вот, если роль хорошо прокатывается, когда ничего нет, как вы тестируете такие случаи, когда уже там софт установлен, да, какая-то предыдущая версия. И у меня просто были такие случаи, то есть реально там роль, она работает, если пусто, да, а если вот уже стоит, на новую версию обновления не проходит так гладко. Как это с помощью молекулы вы вообще можете такие случаи протестировать? Можно. Вот та фаза препейера, о которой я говорил, она делает подготовку вашего окружения. На фазе препейер вы можете поставить просто предыдущую версию в рамках тестов, в рамках, ну, в рамках конверджа. Мы просто этим плейбуком апгрейнем уже текущее состояние, и после этого, соответственно, вы можете проверить интеграцию. Ну, опять же, да, это не совсем честный кейс будет, но в целом хоть какая-то уверенность уже в то, что у вас роль работает, она будет, конечно. Я понятно ответил? Спасибо. Кирилл, последний, самый важный шаг. Давай решим, кому достанется наш чудесный. Мне понравился вопрос про интеграционное тестирование и питон. Спасибо. Кирилл, спасибо. Друзья, аплодисменты. 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 Продолжение следует...